Я не могу находиться в стороне от той темы, которая сейчас широко обсуждается в обществе. Тема безнадзорных животных и вызывает очень большой резонанс. Я очень люблю животных, у меня есть собачка по кличке Луна и поэтому для меня эти вопросы являются очень важными. У нас проблема стала острая, это бездомные животные, которые посещают регулярно наши детские площадки, наши дворы. Сохраняются угрозы для жизни наших детей. Мало ли что может произойти и что сбредет голову этим собакам. Это раз. И вторая у нас ситуация, то что они писают и какают в тот детский песок, где наши дети играют. Часто собаки даже могут на детей нападать. Люди уже покупают даже газовые баллончики. Надо ужесточать закон о животных, пересмотреть кучу всяких этих статей. Почему? Потому что многие заводят животных как игрушку. Изменения, которые произошли в требованиях федерального законодательства с 2020 года, то теперь введен полный запрет на процедуру эвтаназии. Соответственно, сейчас все отлавливаемые животные, либо могут быть только стерилизованные, выпущенные прежнюю среду обитания, если они не проявляют немотивированной агрессии. Если же они эту немотивированную агрессию проявляют, то они должны быть помещены в приют до конца их жизни. Существуют две виды агрессии. Мотивированная агрессия и немотивированная агрессия. Мотивированная агрессия – это тогда, когда собака отвечает на какие-то действия, которые в самом простом случае пугают собаку. Немотивированная агрессия – это когда у собаки в памяти какой-то либо след от того, что ее обижали, ее били, ее прогоняли, делали собаки больно. После чего, соответственно, у собаки уже реакция к человеку, настороженная, с опаской, и собака переходит именно в агрессию, чтобы защитить себя. Статья 498 закона об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты с 1 января 2020 года. Программа ОСВВ – это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск животных на место обитания. Федеральная программа, она идет на территории всех субъектов Российской Федерации. 20 дней животные содержатся на пункте временного содержания, за этот период они проходят карантин, ну, как правило, это карантин по бешенству, ну, или какое-то, не дай бог, инфекционное заболевание. Потом животное прививается от бешенства, кастрируется, вешается вот эта бирочка, все видели, наверное, разных цветов – оно желтый, красный, белый, оранжевый, в зависимости от района. Если животное за этот период, за 20 дней, в семью не было пристроено, оно выпускается на место обитания, там, где оно было изъято. В настоящий момент на территории города у нас организованы двумя подрядчиками два приюта, где они проводят все эти работы, в том числе и уже содержат незначительное количество собак, которые они не планируют возвращать на прежнюю среду обитания. Работа ведется колоссальная, как муниципалитетом, так и общественниками. Однако информации об этом мало, что вызывает много вопросов в обществе и, соответственно, большой негатив. С 2017 года на территории городского округа была отловлена и подвергнута процедуре стерилизации, вакцинации и выпуска прежней среду обитания свыше 3700 особей животных, конкретно это собаки, конечно. К нам поступают бездомные животные с улиц нашего города – домашние, раненые, бездомные, травмированные, с инфекцией, и каждый день мы оказываем им ветеринарную помощь. Также к нам поступают животные с многоэтажных домов, со дворов, с организаций. Люди к нам привозят их на льготную стерилизацию. Мы их стерилизуем, прививаем от бешенства и ставим бирочки. Люди сами оплачивают льготную стерилизацию. В городе у нас также работает программа государственная по льготной стерилизация бездомных животных. Для жителей районов она бесплатная. Да, стерилизация помогает, но не во всех случаях. Если это гормональные всплески, стерилизация поможет, собака будет, соответственно, гораздо спокойнее. Если это изначально была заложена агрессия в собаку, плюс на нервную почву, все это будет приходить в атаки независимо, стерилизована собака или нестерилизована. Собаки голодные, собаки агрессивные, есть чип или нет чипа, зубы у них от этого никуда не делись, остались хлыки на месте. Мне очень страшно гулять с ребенком на улице, потому что я иду, и бегут собаки. И я не знаю, куда мне деться, поскольку свор собак со всех сторон набегает. Когда человек находится в спокойном состоянии, никак не реагирует на это, собака никогда не спровоцируется. Провокации и укусы, броски всех собак идут на ответное движение. То есть взмах рукой, попытка убежать, собака будет стараться атаковать. Бывает такое, что стая может попытаться окружить. Такого ни в коем случае нельзя давать делать. Нужно прижиматься либо к стене, либо к дому, неважно, чтобы сзади не смогли обойти, потому что самые трусливые собаки, они заходят со спины и пытаются спровоцировать малейшим укусом. После ответной реакции бросится вся стая и будет, соответственно, кусать. Я люблю животных, я за гуманное обращение, я против того, чтобы их просто беспринципно отстреливать. Я считаю, власти должны как-то наладить этот процесс вообще и ходлов, и помещения в специальные какие-то приюты, которые будут существовать именно за государственные деньги, а не просто за деньги волонтеров. Мы с нетерпением ждем строительства муниципального приюта, который в настоящий момент находится на стадии проектирования. В конце сентября мы надеемся получить проект. Чуть позже мы согласуем этот проект с руководством города и области, после чего мы приступим к торгам на строительство данного приюта. Но говорить на сегодняшний момент о сроках достаточно сложно, так как у нас нет статистики. В идеале, если бы мы получили приют к концу 2022 года, но, скорее всего, это будет и 2023 год в том числе. Никак не продуманы места для выгула домашних животных. Сейчас активно обсуждается возможность размещения таких площадок на территории парков, в частности, на территории парка Динамо, центрального парка, планируется такая площадка для выгула собак. Мы понимаем, что нам не хватает данного количества приютов, и строительство муниципального приюта тоже не решит полностью эту проблему. Мы видим развитие данного направления как в создании частных приютов за счет, соответственно, частных инвестиций. Проведены ряд мероприятий, которые были направлены на получение земельных участков под строительство частных приютов без торгов. Нами и нашими коллегами областными определены данные земельные участки. Если все будет хорошо, это будет около четырех земельных участков, которые впоследствии планируется передать под строительство частных приютов. ГИБДД у нас проводит по безопасности дорожного движения. То же самое и здесь ситуация, только здесь гораздо опаснее, потому что собака может появиться из ниоткуда, и как с этим бороться, с животным, это очень тяжело ребенку. Распространять ее в школах, опять же, для детей это полезно, что делать в случае, если они нарвались на свору собак. Лекции, семинары будут полезны. Нужно работать и со взрослыми, и с детьми в части того, рассказывать, показывать, что же такое животное и как, собственно говоря, с ним нужно вести при встречи на улице, как можно избежать конфликтов определенных с животным, что нужно делать, если произошли те или иные неблагополучные события. Планируем разработку сайта, который даст нам возможность получать ответы на те или иные вопросы, которые интересуют наших жителей. Сайт, мы надеемся, будет достаточно разносторонним, начиная от ссылок на те или иные телефоны, на образцы возможных каких-то документов или заявлений. Он должен подробно освещать всю деятельность, которую проводит и администрация, и вся инфраструктура, которая в настоящий момент создана и существует. Дети наши идут одни в школу, и по дороге они тоже, ну, может быть, кто-то хочет погладить хорошую собачку, они могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как бешенство. Часто встречаются люди с тем, и к нам обращаются в ветклинику, что собака прикусила или укусила. Что в данном случае надо сделать? Необходимо обратиться в травпункт. Если у собаки предположительно бешенство, то не существует никаких препаратов, никаких лекарств при лечении бешенства у человека. Возможен летальный исход. Рекомендуется проставить начальный курс прививок от бешенства. В травпункте вам об этом все подробно расскажут. Нас интересует вопрос, который касается не только собак, важная категория – кошки. Мы сейчас в настоящий момент планируем до конца года открыть, возможно, два, ну, можно их назвать кошачьими приютами, но, наверное, мы хотели бы назвать эти форматы кота-кафе. Они уже успешно существуют на территории города, но пока в единственном числе. Любые проблемы с собаками решаемы. Сейчас наша технология уже далеко зашла вперед. Самые тяжелые случаи психологических расстройств собак – все это вытаскивается, все это дрессируется. Соответственно, если вы взялись за собаку, это становится полноценным членом семьи, а не игрушкой, которую нужно выкинуть на улицу. Очень неплохо и правильно настроить работу, которая связана с устройством животного, которое социализировано, имеет все необходимые прививки, определенные навыки уже общения с человеком, которое можно взять и благополучно иметь его как членом семьи. Данную работу мы планируем проводить в рамках фестиваля «Добрых дел», но для себя его так озвучили. Наш первый фестиваль уже состоялся. Мы хотели бы приурочить проведение этого мероприятия ко дню защиты бездомных животных. Это 21 августа. Хотели бы провести его на территории нашего парка «Алые паруса», где достаточно комфортная зона. Я призываю, к слову, сказать о всех неравнодушных людей, потому что многие себя называют «я не зоозащитник, я неравнодушник». Получайте удостоверение общественного инспектора. Это несложно. Чем больше будет людей, которые будут контролировать работу, тем полезнее это для животного мира. Мы работаем в этом направлении и будем продолжать эту работу. И хочется призвать всех неравнодушных людей проявлять активность. Вместе мы эти вопросы решим и сложности преодолеем. Редактор субтитров А.Семкин